Привет, с вами Борис Орден. Первый трейлер фильма Трансформеры 5 Последний Рыцарь вызвал много вопросов. Теперь, когда вышел небольшой ТВ-ролик, мы можем узнать новую информацию. Итак, люди продолжили гнуть линию, показанную в эпохе истребления. Они объявили войну автоботам, ведя против них боевые действия, совершенствуя собственную технику и в открытую называя их противниками. Лицо Оптимуса на плакате подписано одним страшным словом – Enemy. Враг. Причины ненависти понятны. Человечеству порядком досталось от железных братьев по разуму. Однако, страдать тотальной ксенофобией неразумно. Мало того, что автоботы ничего не имеют против людей, так они еще и единственные по-настоящему эффективные союзники. Вот что бывает, когда власть оказывается в руках идиотов. Впрочем, скоро они пожалеют о своих действиях, ведь приближается сила, с которой никто на Земле раньше не сталкивался. Имя ей – Юникрон. Древнейший трансформер, объемом превосходящим многие планеты. Он путешествует по вселенной, питаясь энергией чужих миров, не оставляя за собой ничего живого. Прямо аналог Галактуса из вселенной Марвел. В иных вариациях они даже визуально похожи. Из-за колоссальных размеров действия Юникрона в определенной степени ограничены, поэтому он подчиняет других трансформеров, заставляя служить себе. Благодаря запредельной мощи, ему не составляет труда изменять или создавать новые телесные оболочки для своих подчиненных. И вот тут напрашивается обоснованный вывод. Именно он обратил Оптимуса на свою сторону, накачав его своей, скажем так, кровью под названием темный энергон. Потому и цвет глаз поменялся на фиолетовый. Однако, темный энергон превращает одержимых роботов в тупых кровожадных зомби, что не объясняет извинений перед Бамблби. К тому же звучит фраза «Я готов, создатель». А Юникрон вообще-то им не является. По одной из основных версий, он лишь брат главного создателя, Праймуса. Так что либо Майкл Бэй переделает концепцию, либо нас ждут сюрпризы, и мы узнаем больше о прародителях киберрасы. При этом уже точно можно сказать, что в данном фильме не будет Немезиса Прайма, клона Оптимуса, только оригинал с промытыми мозгами. Кстати, его битва с Бамблби произойдет на какой-то большой и подвижной конструкции, находящейся в океане нашей планеты. Интересно, для чего она нужна? Напишите в комментариях, а что думаете вы? Поставьте лайк, сделайте репост друзьям и подпишитесь на канал Объект. Ведь здесь появляется много интересных видео. Например, недавно я сделал ролик, в котором рассказываю предположения о том, почему мы до сих пор не встретили инопланетные формы жизни. Зацените прямо сейчас, думаю вам точно понравится. Пока! Редактор субтитров А.Семкин